коль привет привет очень рад тебя видеть давно хотели записать с тобой интервью но ты у нас этот залетаешь в москву на пару часов улетаешь сразу николай это интернет-продюсер предприниматель а идти предприниматель тоже да то есть много на самом деле человек делает и много где получается что самое интересное и он владеет темой продюсирования экспертов в интернете и сделал какой-то самый большой запуск был с амазона сам большой запуск до бизнес на амазоне там получилось там пом за первый месяц 22 500 но сумме за год 60 миллионов так что это по партнерским базам по большей части то есть половина где-то продаж да по партнерам и половина холодный трафик половину да ну прикольный результат на самом деле и у коли сейчас сколько экспертов продюсировали недавно смотрел что-то штук 15 у меня автоворонок вот так списком но там на самом деле всегда видно успешные проекты но не видно неуспешные там еще не успешники не знаю штук еще там 15 уже поэтому сейчас поговорим на то есть сколько в работающих штук 15 автоворонок да круто и тогда коль если не возражаешь мы тебя будем сегодня мучить конкретными цифрами будем пытаться залезть в твой бизнес вытащить конкретику там что и как ты делаешь какие конверсии сколько трафика там какие продажи сколько команды там и так далее ладно токи мне кажется это будет наиболее интересный формат пишите в комментариях что вам было бы еще интересно узнать у наших героев там в будущих каких-то интервью мне кажется этот конкретика это самое интересное и так давай начнем с может быть оборотов сколько сейчас оборот вот получается по месяцу ну вот сейчас у нас если взять там сейчас середина августа вот сегодня мы считали было 4 миллиона на середину августа ну то я предполагаю что на 8 мы в этом месяце выйдем а так обычно но от 6 до 9 вот так прыгает когда делаем хорошие запуски ну тогда может там еще плюс 10 накапать я так да 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 по всем я так думаю ну наверно правильно вообще погоду считать потому что часто вижу там я сделал запуск на миллион рублей за два дня но на самом деле все столь на время там кто-то погоду не уже налил и погоду он получил миллион да вот ну так что дооборот такие но плюс по воронкам там всегда получается так чтобы когда тема начинает расти какой бы ты воронка автоворонку не сделал тебя она тоже идет хорошо потом что-то меняется она идет хуже и часто в этот момент обычных бизнесменов там падает все падает и типа все плохо и они пытаются найти там но это потому что лето это потому что январь и так далее на самом деле просто надо искать какой-то новый продукт либо для существующей базы делок на свой продукт либо искать какого-то еще эксперта кого продюсировать у нас был один знакомый парень у нам вел трафик попадут по как за партнерку и мне очень нравилось как он все время говорил почему дела идут плохо ну январь понятно там у людей нету денег февраль люди еще отходят марта уже более менее апрель люди готовятся к маю мая вообще в треш потом все лето сентябрь и дети в школу октябрь вроде были менее ноябрь тоже декабрь все с этим совершенно не согласен то есть потому что у нас продажи начинается прямо с 1 января единственный день когда мы не проводим вебинар это 31 декабря ну может быть еще первого тоже я не помню там чтобы но со второго точно мы всегда продаем я тоже заметил что вот у нас в январе продажи только выросли и там майские праздники то же самое продажи растут летом вообще за объем рекорды продаж там стране с годом то есть люди сидят дома им делать нечего они смотрят там instagram вконтакте о вебинар какой-то пойдут смотрю ну или даже на даче они все сидят за телефонах там все ловят у многих поэтому это конечно да это все вымысел но вот даже можем в этом обороту за прошлый год тебя по всем воронку сколько вышло но сумме где-то около 100 миллионов из них вот если мы запустили бизнес на амазоне то ли в марте то ли папа в апреле и мы смотрели с апреля по декабре amazon был 46 миллионов но остальное там до около 50 и еще там что-то накапывалось на 6 сетью то если будет время я расскажу про нее цель на семнадцатый год да как-то у меня обычно так почему-то когда я ставлю цели вообще ничего не с ними срабатывает а когда просто работаю сапаши просто херачишь каждый день вот что-то куда бы деньги ложить может bitcoin и думаешь что-то там лишние остаются то есть мне как-то цели они пока не как не работает не декомпозиция ничего то есть плюс допустим то есть тем же бизнесом на зоне то что нас получилось оно получилось так что это не запланировать просто внезапно мне позвонил там старый-старый знакомый говорит вот такая тема бизнес на amazon поучаствуешь игру давай и все и у нас получилось а если бы он не позвонил не получилось бы или получилось бы но и со мной расскажи подробно что такое человек который не слышал владимир шадура то есть мы запустили проект бизнесом на зоне втроем я владимир шадура и павел гордичка он чех из чехии и с владимира мы были знакомы года два назад когда еще курсы свои вел я уже перестал это делать и владимир купил вы сейчас сам не очень не пригодаешь и вообще ничего не веду владимир купил мой курс про инфобизнес конечно если делаешь бизнес ну надо про инфобизнес он купил курс прошел его но как-то ничего не запустил вот потом через два года он мне написал говорит вот мы тут с партнером чешским инфобизнесменом запускаем бизнес на амазоне я подумал ну какая-то ну в россии они запускали в россии был ну какая-то сложная тема спрашив чем-то бизнес бизнес-модель и они говорят ну в принципе все просто покупаешь товар в китае онлайн перенаправляю переправляешь его в америку отправляешь на склад амазона и со своей страницы амазона продаешь американцам я думаю ну ну что ребят а на каком языке ну на английском конечно игры не в россии это не пойдет потом не они мне такие говорят ну смотри мы провели уже тестовую рекламу мы сделали воронку принципе тестовую потратили что-то около потому что такое пяти тысяч долларов а продали что-то типа на 3 или на 4 миллиона рублей ну то есть там что-то роя был а лет то ли в 10 раз то ли 8 но такой значительный я спрашиваю откуда трафика не говорят ну вот с фейсбука я подумал участи ну значит реально работает воронка и более того потом я думал что это павел вот так как он чех там он хорошо знает английский он хорошо настроил рекламу фейсбуке и я так думал полгода а через полгода я залез его рекламную кампанию чтобы мы хотели ее привести на россию на на другой аккаунт и я увидел что рекламная кампания фейсбуке была примерно такая показывает рекламу всем живым людям от 18 до 64 лет живущим в россии и все то есть не было никакой не сегментации ничего и вот тогда тоже я подумал то есть тем кто собирается запускать воронку наверно такой совет смотрите считайте конверсии вашего ронки не так как она хорошо работает на вашу подписную базу а как она работает на всех живых людей там живущих ваш там куда стране так работает а значит когда надо настроить да и потом когда мы настроили там все хорошо пошло то есть надо сделать так такой в рынке чтобы они вот на на массовый на большое количество людей работ окей сейчас вот 69 миллионов они можешь какой-то разглядов куда-то на каких продуктов и да у нас хорошо сейчас идут всякие финансовые темы это фондовая биржа мвб обучение это там где-то на 334 миллиона то есть то есть какой-то эксперты вы продюсировал авто винарный модель до авто вебинара плюс мы ударами до проводим мы переделываем вебинары авто вебинары периодически потом сейчас криптовалютах вот хорошо пошла то есть я даже каждый день не пишет новый эксперт вот тема новая тема биткоина там мне очень нравится вот эти вот темы очень хайповые когда появляются вчера преподаватель английского сегодня ты мастер биткоина вчера ты риэлтор сегодня ты мастер биткоина да это очень интересно особенно инстаграм у меня много друзей эксперты которые занимаются чем-то вчера ты обучал я сразу преподаватель 3d графики сегодня ты мастер биткоина ну прикольно я бы сам наверно занялся если бы вот мне нравилось вот это все преподавать потому что так тема интересная пока она растет вот можно поймать потому что у нас по недвижимости 34 мвб сколько покрыть да покрыть визу ну может быть сейчас миллион полтора но она вот сейчас раскачивается потом по недвижимости инвестиции в новостройки то наверно миллиона это лебедев сейчас закоим тоже начали продавать вот на днях поедем к ней будем снимать ее там дома недвижимость небольшое отступление закоим кто не знает это легендарная дама которая по 60 миллионов рублей снова вебинара выкачу уже видимо так раз раз так говорят знаю но у него него не бы у него были 100 миллионов не были обороты по 20 миллионов месяц точно там постоянные может быть был олег горячо просто рассказывал из-за статистики если да если как бы так туда кто еще то есть это получается три основных продуктами это 3 потом у нас есть появилась школа английского да мы сейчас заготовим в принципе там прикольно очень показатели порой и мы тестовы запустили что-то вложили 70 тысяч рублей получили 400 тысяч с нашей себе сети принципе с очень самого холодного трафика и мы сейчас готовим как вот еще немножко под раскачаем в сентябре будем большой запуск делать потом что у нас еще но amazon продается тоже автоворонкой там может быть миллиона на полтора-два ну вот но еще разные тренером и периодически кого-то скидываться на amazon на 60 миллионов ты его перевернула по amazon мы делали два запуска вот один прошел то есть там первый прошел вот получать год назад второй осенью но между ними все время работает автоворонка там мы ее периодически переделываем но общем она там остается суть 3 бесплатных видео потом авто вебинар и все и продажи менеджером и пока запусков нет она до работает сама вот кто еще на всякие разные темы там аукционы по банкротству то есть основном нас такие более денежные темы денежные миши прибыли на этих вас прибыль по базам на базах в целом маржинально там получается миллиона три-четыре на рекламу там тренером ну миллион по тарану так и на среднем по проекту то есть сколько маржинальность но мы итоговая да вот я же не знаю даже то есть бывало такое например вот там с кем нибудь тренером мы почти все деньги которые заработали в бух или в рекламу ну то есть это получается за счет того что и как бы идет такая диверсификация как бы да то есть ты куда-то заливаешь больше на плюсы да там тренинг тренерам платим кто-то получает 30 процентов от оборота кто-то 20 давайте отдельно это в отдельную тему давайте рассмотрим твои взаимоотношения с тренерами то есть как ты их находишь как ты с ними общаешься с тренерами в основу находит меня сами чаще всего находят меня эзотерики и маги вот каждый день но мне почему-то для них нету нечего предложить но очень много там психологов женских тренеров ну прям много бывает иногда то есть если тема интересная какая-то то я начинаю общаться с человеком два формата как мы договариваемся либо 20 процентов от продаж человек получает от всех и мы сами занимаемся трафиком там создание воронок и всем либо он получает 50 процентов от чистой прибыли здесь обычно так работаем если ну такая большая очень работа например там мы делаем там оля раскрутку канала делаем под него там какой-то контент в рассылку там делаем мужу иногда живые мероприятия тоже делаем то есть не такая более плотная работа то просто делим касать и риски и прибыли пополам по договорам раньше мы как-то разработали договор еще 2012 году но по факту я ни с кем его не подписал то есть ты не работаешь но кто-то там получается так что если тренеру бы ты не интересен он найдет как мне кажется всегда найдет способ как там у тебя уйти сказать тренеру отдай мне свое имя там авторские права на свое имя типа того но ну как сказать ну фиг знает переименуется там или еще что-то но как-то все у нас не такой уровень как мне кажется чтобы там когда человек в данном своем деле у тебя такой уровень то есть уже ваши обороты когда ты можешь но плюс грязно на самом деле бывает и чаще всего происходит так что там не знаю тренер ведет ведет потом надоело ему тему не хочет вести и там ты его заставляя не заставляет а это то что но сам факт знаешь вот на юридически написанные писульки бумажки даже пускай она не будет там иметь какое-то вот ну реальное действие он очень сильно ограничивает экспертов даже вот у меня друг он подписывает то что 10 процентов с оборот получает эксперт и в эксперты идет там 500 тысяч если он свалит раньше там года и никто вообще не сваливает поэтому хотя как бы это такая история которая ну в принципе она не сработает туда мы сейчас приехали со встречи с григорием аветовым так он тоже он устал то что вот эксперты диктует свои условия что там потом у них начинается гонорары там сотни или миллионы рублей и сейчас он новых экспертов нанимает просто идет на рынке ищет корпоративных тренеров по определенной ну как по теме которые ему нужны к примеру продажи просто перекупает миру из газпрома внутреннего тренера платит плюс 100 тысяч рублей мафиксы то есть разрабатывал он 200 теперь 300 но зато и и он подписан бумагу что весь контент который производит принадлежит синергии соответственно тоже прикольно вопрос такая понятно что нужно дорасти чтобы фиксу платить 300 когда ты дорос ну просто у юно сейчас есть бренды те есть обороты и ты можешь подписывать их нормально да ну искать не дадим лишь не знаю я не заморачиваюсь этим и если тут такой поток то есть продюсеров как бы мало реально и там такой поток тренеров но желающих что и упаковать можно реально из любого человека сделать там ответить что вот тоже коль это подмечает я просто это каждый вижу меня каждый небольшой поток эксперты пишет продюсер у меня с продюсер из продюсер реально качественных продюсеров практически просто нету те кто обладает хоть какими технологиями ну интересно то есть а как ты их ищешь как тысяч эксперт да вот как-то сами то есть то есть обходящий поток просто отсеиваешь у меня там есть сайт in training точка ру где просто там мы и что я делал всякие мои истории и там форма регистрация в активную тысяч эксперт не в активную нет но как-то бывает такое например где-то я вижу рекламу какого-то там тренера по тему вроде прикольная я прошу помощников напиши ему пусть проведет тестовый вебинар у нас и мы берем самую самую наш холодную базу присылаем людей на этот вебинар если есть конверсии то можно разговаривать ну а чаще всего конверсии нет то как бы нет то есть чаще всего x бывает такое что у эксперта есть хорошая продажа на свою базу но на свою базу там любой можешь продать она холодная уже не говорит о и люди не те там трафик не тут и если так происходит он обычно проще не работать то есть надо как бы так есть реально есть очередь людей которых вот хочется быстрее там но которые уже сами делают какие-то продажи умеет вебинарить для тебя что важно в эксперт чтобы он умел в вебинарить но на случай вебинарить как-то выглядел нормально на камере не как сказать не тупил не откладывал дела там например вот первое задание которое дают тренеру который хочет работать игру нокии давай работать говорю про условия и я ему скидываю чек-лист как сделать презентацию для вебинара в принципе но это пара вечеров работы но где-то на 70 процентов сливаются на этом моменте хотя даже помогу работать надо не это просто деньги приносит ну да ну то есть они говорят да я сделаю презентацию все понимают что это надо сделать я не смогу за них сделать презентацию но 70 процентов реально не делают но и для меня это показатель что если человек не смог сейчас сделать презентацию когда дело коснется там курсов раздела денег каких-то проблем и иногда там съемки видео то есть эта работа ежедневная там работе с клиентами то есть будет очень много проблем слышали получается подожди 15-20 процентов прибыльность это все-таки без учета экспертов да то есть это чисто твое то что получать но такая получается не 15 20 процентов прибыльность это получается прибыльность там 40 да и то и больше с экспертом ну да конечно просто это правильно так оценивать то есть вы же сколько дивиденды именно ну и если рассмотреть это все как мою компанию то мне чистыми на процентов 15 остается если мы хорошо вложили там деньги в рекламу или сделать хороший запас то там как бы больше если мы рискнули не туда вложили там меньше в общем среднем то миллион полтора вытаскивать а эксперты все-таки большинстве случаев это партнеры да то есть они я рассматриваю да мы получаем еще скажу где-то наверно половина из них партнера половина на проценте так проще то есть ну процент 2 продать оборота до 20 процентов вау вы так много да лишь привыкли в сину как-то вот те кто вебинары ведут там не знаю но все равно мало говорят мало но это вопрос наверно торга вопрос мне кажется защиты этой цифры потому что но вот 15 процентов мы вот работали там с известным там фитнес-блогерам там не миллионы просмотров миллиона подписчиков и мне казалось то много ему даже кого становится на самом деле люди знают какие средние бизнесовые же продаешь у нас я не знаю как у вас там с курсами то есть у нас обычно человек должен несколько вебинаров провести иногда то есть мы делаем из этого авто в бинар потом должен иногда их перезаписывать если что-то поменялось например случай с фондовый рынок с фондовой биржей там ты не можешь рассказать как хорошо было 2015 году или с биткойнами там ты сделаешь там авто вебинар про биткойны как когда он стоит там типа вот он вырос до двух тысяч долларов а он уже 4 там стоит или он упал до 1000 долларов может упасть приходится периодически перезаписывать это эта работа потом плюс клиенты все-таки я рассматриваю себя как как booking который есть отели у которых люди живут но есть booking который как бы за отель отвечает все равно и когда человек покупает у эксперта то есть вот у людей у нашей подписной базы как-то ощущение что это какие-то по косяки с экспертом они пишут ли николай там вот этот чувак у которого я купил но я же купил через тебя я женскую рассылку подписан обнаженный бизнес до типа решились с ним вопрос типа вот такое и обычно эксперты ведут вебинары но по крайней мере для учеников там раз в неделю для учеников отвечает на вопросы там вконтакте пишут ну то есть такой получается постоянный процесс раньше у нас были курсы где эксперт ничего вообще не делал там но это был конечно трэш например у нас был курс как зарабатывать на купонных сайтах еще 2012 году отлично шел отлично продавался на автопилоте куратор проверили курс я вам тоже в этом году ввел такой курс да вообще круто было то и каждый третий тоже становился экспертом в купонных сайтах у нас были кейс у нас там была школа английского школа фотошоп фотографии да да но продавалась а потом что-то раз поменялось и вот какой-то момент все купонные сайты перестали работать без предоплаты что ли или что-то такое а везде в курсе написано что все купонный сайт работают без предоплаты и люди проходят доходят дам до второго урока и говорят это не работает а им куратор что говорят нет работает ищите другую другие купонные сайты как бы эксперты что-то там не перезаписывали уроки вебинары не ведут но и все короче все слилось вообще перестали курс продавать поэтому как как-то так сложилось что у нас эксперты они ведут вебинары для учеников и ну наверное мне мне даже стыдно было бы им предложить там 10 процентов за продажи если они вебинары проводят вебинары для куй для учеников работает каждый не отвечает этот вопрос общей суммы за всегда психологии если он примеру раньше зарабатывал сотню а с тобой зарабатывает 150 психологи и тут важно там просто понимать уровне то есть ты приходишь спрашивать у тебя час работы стоит он такой я консультирую за 5000 рублей он ты у него покупаешь объем 100 100 часов там месяц думаешь бы тогда так у нас все равно со всеми спикерами и экспертами там такие дружеские очень хорошие отношения все равно без этого никак там ты не сможешь сесть планы составить если там терки по деньгам если он думает как-то бы это мне плачешь пять процентов а сам зарабатываешь там они же как считают они считают если ты мне плачь пять процентов то ты зарабатываешь 95 если ты мне заплатил 100000 там например юшки я вам не я вам не я привлекал начал у нас получилось там вот бодюком тогда и я потому что надо привлекать звезд шоу-бизнеса и я начал там писать некоторым известным певицам у меня вот мы бывшая девушка певица известная я короче и позвоню тоже давайте курс сделаем она говорит ну там типа проценты там то есть все я говорю ну вот 15 процентов типа поэтому такая так извините остальные 85 процентов кому да ты следит ну честь его не понимает что там я не знаю один транс может это нужно тоже объяснить может быть не все зрители понимают куда все остальные куда остальные 85-80 деваешь куда ты чё жадный такой что ли до рекламу покупаем ну то есть рекламу рекламу чё какая реклама ты чё или же все как в россии на вебинар сами приходят это же бесплатные вебинары понятного себя вконтакте опубликовал вебинар вебинары сколько народ тебя приходит на авто вебинары в день давай три топ-3 проекта возьмем ну по английскому человек сто уже зло дальше ну там 300 регистрации 100 пришлось как но там тоже как как читать не один из этого регистрации сколько подписчиков в день у тебя на на разных проектах на английский 300 на новостройки там тоже наверно 300 и на этот как называть на фоне мвб тоже там наверно 200 или 300 на крипту на капит на крипту что там только начали там 150 суммарно тебя где-то погруппировать компании по 1000 подписчиков где-то даже да слушать на молодец круто а вот команда лет генная да в итоге много что перепробовал в итоге мне один лет генщик вообще мне один человек на деле продаж сидит который все это продает до 1 продажник но нормально 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 зарабатывает вот расскажите интерес ну там он зарабатывает где-то три процента от этого всего дела то есть он там он вообще просто это зверь это волк продаж и он когда выпьет еще лучше продает значит ну прям реально человек с утра до вечера 10 9 миллионов просто много автопродаж надо поэтому ну как-то и автопродаж и плюс чеки высокие там например бизнес на мазоне может и 300 тысяч там английский 10000 то есть он может а уж не все и все то есть он принципе все вообще все едно вам что значит мвб крипту или английский ну ладно поучите английский потом приходите скриптой так этот оргазм хотите там если что вот наши саргат со скидкой 50 процентов идет от мягкие ниши мы еще не только только вот то есть для себя открыли то есть у меня всегда было предположение что такие твердые ниши лучше продаются где там обещание какие-то деньги видим что английский тоже вроде думаешь какую-то такую взять знаешь вот инсайт который у нас сильно повысил результативность но вот в авто вебинара это messenger маркетинг то есть когда мы с будто садили а нет посадили отдел продаж в мессенджер и после авто вебинара то есть на авто вебинаре всех просим подписаться и уже после авто вебинара через мессенджер с ними сидят продажники и общаются и ведут их но вот это по-хорошему это надо сделать то есть так какой-то такой холодный полутеплый то есть по факту там мой продавец он только с теми кто заявку оставил прямо на беде и не до зарабатываешь два раза да ты можешь два раза увеличить оборот простым на лишь над этим касается этим заниматься потому что тут трафик тот тренеры то есть тут насколько ророй примерно получается есть оборот разделить на затрат на трафик по месяцу ну примерно но получается внутри чего сходит набор на трафик то есть 33 ну 300 процентов ты зарабатываешь ставек но это нормальная цифра на самом деле раз можете это позволить видимо зачем здесь базы в плане от холодного трафика сходно дробь уже база там есть что-то но такое вот там не особо это значит суперкрут научился делать вебинары плюс до с трафиком и по трафику мне один человек литгенщик мы там он сам все настраивает да сам настраивает но большая часть трафика мы сейчас мы сделали свою себе сеть и мы сами закупаем через нее у нас сейчас 3000 вот мастеров и я раньше как мы делали мы сделали авто вебинар пусть дай прорекламируем твою сеть и расскажение точно смотрит много да мы сделали себе сети то есть что такое мы даем сами себе покупаем трафик с оплатой за подписчика или за процент с продаж у нас 3000 вот мастеров которые мы говорим вот ребят вот вам offer там авто вебинар там новый какой-то летит туда трафик и там платим 67 или 70 рублей за подписчика вот мастера льют туда трафик у кого есть тематические базы там или паблики вконтакте у кого-то канал на ю тубе и свои лю трафик и мы смотрим как он вообще конвертируется то есть и трафик такой основном конечно холодный то есть это не там нет какой сегментации сегментация возможно только по странам или по городам вот и мы смотрим если это автоворонка хорошо зашла на холодный трафик но такой то мы ее дальше вклад там повышаем цену на выплаты и дальше льем у нас вот есть там офферы где мы платим 100 рублей за подписчика и нам оказывается выгодно потому что 100 человек там на 100 подписчиков мы потратим 10 тысяч рублей но человек на принесет 30 вот и вот основном так запускаем то есть я сейчас я увидел что чем больше людей в компании обычно тем будет сложнее вот эти все там посадить кого-то дать задание вот это все кого-то там ну очень много рутины а когда есть возможность автоматизации ну вот надо вот не за нее прям хвататься теперь вот у вас что было вы фильтровали ботов сейчас у вас все там или все ноги мы фильтрую ботов сейчас но получается мы последние полгода боремся с боты с этими с ботами есть разные виды есть чуваки прям ботов льют есть те кто льют фрод там просят других людей например за 5 рублей зарегистрироваться на ваш вебинар который за которой они получат там 50 рублей например есть системы есть три системы в мире которые мы подключили одну из них которая фильтрует этот трафик находит подозрительный ну и мы там прям очень жестко реально каждый день кого-то баним вот каждый день какие-то проходят человеке которые выключаемся то мы платим тебе что-то и да получается мы берем вот условно вы подключаетесь платите 80 рублей мне за подписчика а я из них 60 плачу веб-мастером который лют трафик при этом что мы делаем например вы знаете свой кипя и например вы знаете что на 100 подписчиков допустим у вас там одна продажа и если веб-мастер налил там например нам 200 подписчиков и у него продаж нет и мы по анализу смотрим что принципе трафик настоящий он у вас там люди приходят на вебинар все реагируют к нему вопросов нет мы его просто просим чувак больше нам не лей вот на этот оффер не лей вот а если все окей мы им говорим отлично молодец и можем уставки повысить чтобы он лил дальше то есть мы тем самым когда оффер запускаем вначале может даже чуть может быть минус работать но со временем находится там пол веб-мастеров которые там льют трафик вообще очень разными хитроумными способами которые вообще даже мне в голову не приходили например вот спалю да там как спалю кейс одного из них чего говорит я вот создаю группу в контакте по ключевым словам очень много групп и люди папу в поиске в новостях ищут там какое-то слово видит мою группу и приходят по ссылке и мы смотрим реально так и он каким-то роботами создают эти группы тысячами люди как-то приходят заходят там регистрируются настоящие приходят покупают то есть совершенно законно бесплатно из трех тысяч сколько вот таких и на таких но действующих наверно штук 300 кто вот активно идет ну там кто-то бизнес трафик могут полить мы мы общались с колей я просто вот у меня дальше у меня опыт вот степей щеками три раза вот я делал у меня лили лили трамы сами попробуем мы попробовали есть и печки которые тоже льют на подписки мы попробовали как бы перепродавая как-то перепокупать трафик но еще трэш то есть видимо просто обычно степей щеки они льют кому-то им но все равно а мы покупаем реально сами для себя и нам нам нужен нормальный трафик нам не нужно всех точно нормально получается да у нас там а если мы к тебе придем то мы с будем конкурировать или не хватает на всех но в принципе я получается у нас пока кстати есть темы которые конкурируют со мной но я рассматривает как два отдельных бизнеса если мой offer там плохо идет а offer и другого хорошо идет я лучше оставлю его ну и там сам научусь чему-нибудь сейчас у нас есть несколько офферов на криптовалюту хотя мы тоже продаем эти же курсы и в принципе я смотрю что ну я там тоже подглядываю что хорошо идет мы это можем себе внедрить вот из таких из мягких ниш вот есть василевского таро там днем на дорогу жилетеля а на астрологии можете полить я думаю да я думаю да но там вот по крайне на таро что-то как-то люди пока не очень ютал на всякий там типа за хайм бизнес на мазоне такое любит может быть просто так совпало что у нас все в основном такие офферы и такая аудитория в мастеров собралась на товарку тоже пробуем но все равно в основном инфобизнес кейс кого примерно конверсия авто вебинар вот из тех кто на вебинаре в оплату ну да и заявка облата но мы считаем больше доход с регистрации то есть у нас где-то 350 рублей с регистрацией мы зарабатываем а регистрация может нам обойтись как 200 рублей там например с ютуба так и в 50 рублей себе сети чтобы вы даже льете на да тоже ли дубы с фейсбука какие-то вообще но я сейчас вернусь к предыдущему просто нам просто интерес какие каналы у вас фейсбук youtube вконтакте что еще youtube видеорекламы дел ворс да нельзя же не видел ваш ну может быть не попал под этот под раздачу там у нас один топовые ролик его посмотрел 22 миллиона раз его показали как раз по фондовой бирже не по фондовой бирже иван коваль зайцев и уже нас то есть уже столько раз показали этот ролик что там его родители видели этим как стать коллеги его родителей его жену спрашивает а твой муж точно миллионер там его друзья все видели там уже там новый вконтакте в личку ему там пишут а я сам тоже один раз и увидел то есть хотя вот то есть тут интересно но и плюсу youtube показывает один раз тем кто видел второй раз не показывают потому что прикольный настройки окей а конверсии на вебинаре все-таки ну примерно но при нового обычно такая же там 10 процентов в заказ 3 процента в оплаты это даже на автовебинаре вы сохранили эту конверсию в чем секрет ваших автовебинаров что они такие делают просто делаем много смотрим что хорошо работает то есть плюс у нас это как на конвейере уже встала то есть мы не особо там ну вот да расскажи вот этому методологию конвейера то есть словно приходит эксперт он такой зелененький например ты говоришь и 9 вебинар проведем провел дает там заработал дальше какая-то методология до того как проектная мощность в сумме мы делаем рассылку по нашей базе на вебинар на его изначально то есть поделом базу примерно вот мы сейчас прямой сумме у нас 500 тысяч подписчиков но как бы из них 150 тысяч вообще не открывают я думаю что это мы в 2012 году когда начинали и покупали этих с оплаты за подписчиком очень много купили скорее всего мы этих бота ботов и купили там 150 тысяч остальные что-то как-то так вяло а вы не мужчине не фильтруйте базу тех кто не открывает но мы вот как раз 150 тысяч мы их отложили но иногда мы им шлем кто-то там два за там 2 200 человек откроют 100 человек откроют откуда-то не знаю как остальные мы активных у нас сейчас где-то 100 тысяч человек которые за последние три месяца что-либо открыли какое-то письмо вот остальные там те кто не открыл мы их там отдельно как-то пытаемся реанимировать но обычно это все то есть если ты мне за три месяца человек не открыл ни одного письма то скорее всего моего потеряли либо тоже там фрот там налили то есть нам еще бывает так что нам наливает фрод мы человека баним а подписчики остаются в родовые они вот так и висят вот на 100 тысяч делаем рассылку но там тысяч от 6 до 10 тысяч откроет письмо тысяча может быть перейдет на страницу вебинара там не знаю 300 500 зарегистрируются там человек 100 150 придет на вебинар если тема такая интересная ну и смотрим вот люди приходят то есть эксперты я говорю приходи к нам на вебинар расскажи что-то он рассказывает там пробует презентацию прогнать и в принципе обычно схема такая если сразу есть заказы то все будет окей можно там работать если заказов сразу нет скорее всего не будет дальше можно не улучшать вот бывало наверно несколько исключений когда сразу не зашло потом пошло там вот тоже наташа закаем сначала вообще не шло ну тема там киосаики недвижимости слишком сложно а потом не что это еще раз на авто вебинаре не что они не шли живые в бинар сами живые даже ну вот получается мы с экспертом проводим живой вебинар если все окей если он конвертид хотя бы вот живого проводим еще парочку чтобы он как-то там освоился обычно с третьего раза можно уже брать для автов в бинара но тоже не всегда берем авто в бинар и запускаем автомобиля если не коммерсят но еще запускаем несколько то есть принципе бывает такое что с третьего раза она идет ну и все из третьего раза идет берем ее работаем азы гарем тебя пришла сама написала с наташим интерес познакомить да она как раз сама написала в двенадцатом году мы познакомились и она пришла она хотела вести курсы на тему там семьи отношений что-то такое откуда блин семья отношения вот это все его личностный рост успешный успех думаем учет как там неинтересно хотя смотрю женщина интересным то есть с мужем она пришла он такая семья интересная я спрашиваю вообще занимаетесь это мы инвестируем по киосаки так вот же она тема то вот она золотое дно и мы сделали семинар получилось как что живого семинара с кем с наташи за кем подожди наташи закаем еще должна на 100 вы к вам качала нет в двенадцатом году познакомились и мы ее нажимаем то есть ты был первый кто на раскачал на то что да ладно динозавр ты короче этот главный демон все я руси в рост это то что рождественский же пошел уже после закона она стала вести сама стала продюсером она подняла рождественского там просто не знаешь какие-то мы огромные массы людей они перелопатили вот ну и получилось да что она хотела одну тему вести я объяснил что киосаки это вообще тема это огонь и к тому же книги как раз продавались и мы сделали семинар как я помню это было что там 12 июня там где россии в двенадцатом году что-то куча народу пришло какие-то курс но мы продавали курс вообще дешево за 7500 но тут что-то купил но я как-то него не воодушевился и мы на несколько месяцев забили вообще на эту тему потом решили еще раз попробовать и там подняли цены до 30 тысяч и у там вообще пошло там просто там люди в офис просто нам подходили просто в очереди стояли чтобы нам прийти заплатить деньги то есть ждали пока менеджер посчитает деньги в пусть и следующего там люди приходили то есть вообще было что-то а раньше не было раньше акваринга не было да не за кэш мы любили ну как-то так как тут как там все очень быстро происходило и что-то кто-то но должен был платить она можно в офис приду ну приходи а вот и деньги принес ну давай чё не квитанции ничего не давали а курс вы мне откроете то точно откроем обещаем вот ну да потом уже кстати эта тему уже выберела и она потом отделилась сама стала здорово да вот как раз мой год поработали но потом не сошлись у нас вот как раз как бы наши там планы она стала сделать свой проект подняла там со стасом работала с коряновой там еще куча тренеров но потом в четырнадцатом году там куда кризис произошел но сейчас она периодически мы работаем вместе вот опять на эту тему финансовой грамотности хотя кстати скажу по секрету вчера видел у нее в инстаграм она писала что проводит вебинар по криптовалюте не знаю что из-за прошлом армания прям до мани мани можно мы друзья это встречается пошли как дела майнишь там ну майнинг это отдельно ну понятно но интересно конечно круто в какие тиши запросы мне интересно как пришел вот ты такой динозавр получается такой продвинутый в свое время то есть ты кран начал вообще как я вообще свой как-то свой первый семинар свой первый семинар я еще организовал 2005 году это просто какой-то 2005 я учился на первом курсе университета приехал в питер начал работать с тренером вадимом шлактером там тренинг личному росту в оффлайне до не интернета ничего толком тогда не было и ну было интересное время как то вот просто мы на сайте писали типа вот ребят будет таком-то городе будет тренинг или и пишите мне на email и люди писали на email типа я приду я говорил людям ну приходите на место принесите там 10 тысяч рублей и все приходили сто процентов людей приходили в определенное место хотя письмо получили там месяц назад и я потом стал удивляться когда люди не могут не приходили я не понимал как так как можно зарегистрироваться обещать но если вы зарегистрировались номера вы пожалуйста приходите с деньгами да вот а потом стали диски продавать его видеокурсы записывали это продавали и удивлялся то есть просто на сайте пиши есть диск там 2500 человек делает заказ платит деньги интересен интересно как так вообще происходит вот потом открыли для себя рассылки потом вебинары но 2012 году там я уже стал делать другие проекта она еще запустили ну как запустили помогали продвигаться проекту спарта новые герои еще этом с первым основателем познакомился с гарри вот и как-то спарту подняли немного но в двенадцатом году я от этого всего отошел и стал заниматься чисто вебинарами вот по теме там недвижимость бизнес китаем вот такие вот такие темы вот личность на рост с тех пор то есть когда был студентом пошел работать кому-то вот в тренинге на полчаса что вот вадим шлахтер он собирал для себя как-то такую типа команду студентов которых там но по плану должен был прокачать чтобы они когда они закончили студентами они были суперкрутыми там кто чиновникам кто предпринимателями он был был бы у них там в друзьях типа того приблизительно был такой план хотя столько времени прошло может быть уже не так помню и получилось так что там нужно было ему что-то сайтом помочь но я что-то я взял сайтом помог разобрался потом что-то бас там семинар организовать я что-то взял организовал ну и как-то стало вот там помощником сначала потом партнером вот по этим всем тренинговым делам как-то так случайно вообще вышло ну и все потом мы просто вот каждую неделю делали тренинги в разных городах ну и так вообще то есть время хорошего онлайн образование в инфобизи больше да давно вообще давненько а потом уже 2007 по моему появился парабеллум думаю вебинары интересно там вот этот было трансляциям то есть им по три файла все вебинары это были виде трансляции mp3 файла который записывается где-то там на сервере в общем даже помню как ты продукт делаешь вот если какие-то фишки там геймификация автоматизация или тяжелые вебинары проводят эксперты как ты продукт запаковываешь но в принципе обычно это видео уроки который человек проходит своем темпе и раз в неделю там встречи с тренером с экспертом где он рассказываем на вопрос делающие ли вы геймификацию что такого нет ни заморачивай такого не заморачиваемся но я думаю как что если тема интересная то всегда люди очень там быстро явно активно ее пройдут если тема так себе они ну как всегда там купят курс и не будут ничего делать мне кажется тренера тоже многое зависит конечно идеально это по крайней у нас работали потоковые схемы когда там занятия каждую пятницу там люди приходили занимались это наверное лучший вариант когда люди у людей с дедлайн они приходят там занимаются вот но формате видео уроков плюс вот таких вот встреч раз в неделю ну самое то а так то я даже не знаю кто вы делает какие-то там сложные геймификация наверное если ну как если человека надо заставлять учиться то но его не надо заставлять то есть может быть она и бессмысленно как мне кажется хотя может быть сколько человек команде у тебя сейчас получается вот по обнаженному бизнесу один продавец один легенщик один программист один маркетолог к тире копиратор но как есть еще есть еще один копиратор по письмам по моему все ну да пять человек слушай очень круто пять человек делает 9 миллионов но там и как бы если отдельно встречи проект бизнес на мазоне там наверное человек пять тоже пять шесть но они еще задействованы в английском то есть грубо говоря 11 человек вот так но там я с ними не занимаюсь там партнеры занимаются ими вот но получается плюс эксперты да у нас когда-то было было очень очень смешно мы когда работали с партнером изначально в обнаженном бизнесе я помню у нас был оборот там типа ля большой тогда считался миллион рублей в неделю и у нас работал 30 человек то есть чтобы делать 4 миллиона месяц мы делали там 30 человек работала огромный офис там они что-то ходили жужжали какие-то собрания там продавцы продавали курсы за 7 500 и что-то вот я сижу думаю блин вот это все и и приходилось очень много времени на какие-то конфликты там решать там кто-то с кем-то там кто-то уволился забрал компьютер там то вскрыли офис украли там компьютер чу-то и пик сервисами какая-то ерунда а когда пять человек ты знаешь кто за что отвечает там и ну наверное все что можно автоматизировать надо автоматизировать наверно вот так вот и как-то намного проще ну вот мне в данный момент круто хотя надо делать система оплата какая вот какая фиксированная часть такая переменная там совсем по-разному кто-то процент только получает кто-то получает как называется но зарплату зависимости от оборота например там продали на такую сумму ты получаешь столько на такую столько кто еще ну там ну а кто-то фиксированную ставку кого понятная работа типа там лендинги подкручивать или раздель писать письмо там там фикс вот тут тоже зарплаты обычно нету на самом деле идеальной схемы наверное самое опасное зарплате это платить мало и платить много наверно платить много даже опасно потому что если вы там часто такой с продавцами происходит если продавец там заработал слишком много вот у наташа так было что там продавец что там 500 тысяч заработал за месяц а потом будет а я хочу всегда так получать и говорят нет хорошее желание говорят нет и он там обижается да или ему начинают понижать процент он будет как как вы смеете я стою 500 тысяч то есть вот это вот очень опасный момент и наверное изначально когда планируете свою работу всегда знаете что может быть как плохо все так хорошо то есть надо считать вот такой хоть какую-то финансовую схему и просто представьте себе если у вас вдруг оборот вырасти в 10 раз то сколько получат ваши люди и не дай бог чтобы не получили много потому что если потом ваш оборот опять вернется на договариваться все-таки что у нас динамическая система мотивации до либо как-то так либо ждать ну понятно слушай но интересно еще едешь по америкам по разным конференциям до проваливаю расскажи да ну в принципе я как-то раз я посчитал вообще мне раньше не особо нравились там конференции как-то вот ездить что-то общаться но как раз я прикинул что вот если есть рой там сколько ты вложил рекламу столько ты получил обратно и как раз я прикинул что каждый раз когда еду на какую-то конференцию на какую-то встречу с новыми людьми всегда она возвращается там я не знаю вот недавно съездили вот мы в америку до в марте по мы ездили ну нальянсе да вот на тарик трафик инка вершин ну прикольнее видел сколько людей там вообще в этом задействовать что много русских но как-то появилась пока мере хоть какое-то понимание американского рынка хотя вроде как ехать туда там потом обратно это тяжело очень много времени потом съездил недавно в берлин на конференцию по себе познакомился с некоторыми как бы сказать конкурентами кто себе делает россии очень интересно нашел там хорошие контакты и рекламодателей и веб-мастеров ну прям классно я выбрал для себя что надо просто тупо ездить на все конференции где вообще кто-то что-то делает и ни разу наверно не было может быть может быть один раз когда-то приехал ничего не получил уехал вот поэтому где-то какая-то движуха там я там ищите меня там какую последнюю штуку ты такой крутой вневрил что сработало из последнего но это наверно цепи сеть то есть вот из если говорить про какие то то есть вообще надо все время что-то новое пробовать иначе вы превратитесь там динозавра до какого-то вот теперь когда мы запускали ее мне было ощущение ну за подписчика мы вроде бы раньше платили и она была как-то всегда не очень если мы сейчас делаем большую себе сиди где мы будем много платить за подписчика но будет она опять таки не очень но когда мы и сделали мы увидели что оказывается нам очень много лили ботов там фродо и как только мы это вычистили ну я просто ну это вообще волшебно то есть меня работает на ней а вот но еще забыл еще один мальчик из белоруссии работает на себе сеть он общается с мастерами и ну вообще не занимает практически никакого времени но трафик ну как сказать ну если обычно трафик надо садиться что-то настраивать тогда тут вообще ничего не надо настраивать им говоришь вот лезь сюда и ты не знаешь сколько нальют но будут лить каждый день там утром стал смотришь о налили вечером на вебинар смотришь о люди на вебинаре налили на следующий день о кто-то много налил хорошо но главное очистить там находить этих крестящих а ты сам чистишь или вот смотри вот не вот тебе приходим как заказчики у нас с тобой связка мальчиком который который мальчик он работает с мастерами и пока с рекламодателями их там буквально человек пять с ними я лично работаю ну чтобы пока мы отрабатываем это бизнес-процесс как только до конца отработаю я найду кого-то кто будет с другими работать и вот наверное из крутых вещей я понял что то что раньше у нас но то есть это не работало потому что все неправильно делали вот мы сделали правильно но вот она прям классно работает то есть реально все что надо сделать это просто золот нормальная воронка с авто вебинаром дать ее профессионалам кто жилье трафик и все пусть не занимается ну и контролировать чтобы там не дай бог не налили в рот и все ну и там продавать если вот хочешь вот но рекомендации как со стороны да то вот у нас то что нам помогло это реально вот прозвони попробуй чекины то есть в виде чекин регистрация с телефоном на вебинар попробуй прозванивать и я пробую перекачивать людей субинара в мессенджер и ты удвоишь просто продажи текущей ну да вот вот этим надо заняться видишь как пока хорошая тема просто я опять себе представляю блин какие-то люди должен сидеть и звонить роб на дропа взять да на дропа взять ладно коль спасибо на самом деле очень круто очень низко не радует что у тебя такая автоматизация и такие обороты да все равно несмотря на ты все время херачим я не знаю как это происходит все автоматизируешь и опять что-то происходит на самом деле там следующий курс криптовалют появился также не запустить давай проработаем да да примерно так то есть там сейчас может быть хай пройдет там еще что-нибудь появится новое ну как же давайте запустим вот круто спасибо тебе большое что заглянул там на самом деле очень так интересно и прикольно что такое высокий уровень автоматизации круто спасибо